Парламентские выборы в Латвии выиграла пророссийская партия. Второе место у новой консервативной партии. Голосование состоялось в субботу. Подсчет голосов уже завершен. Елена Абрамович расскажет подробнее. Выборы в маленькой Латвии на фоне смены власти в более крупных европейских странах, таких как Швеция и Италия, прошли без особого внимания европейских СМИ. Тем временем в день голосования в самой Латвии хакеры взломали местную соцсеть. Заходишь на страничку и появляется российский флаг, фотографии президента Путина, и звучит гимн России и подпись о русском мире. Теперь в Брюсселе придется обратить внимание на результаты выборов. Ведь победила пророссийская оппозиционная партия Согласия, которая получила 23 места в парламенте. Я доволен результатами. У нас первое место. Однако опыт и история показывают, что победа на выборах первое место наибольшее количество голосов еще не является гарантией формирования коалиции. Вопрос создания коалиции действительно может стать для Латвии проблемой, прогнозируют эксперты. В семь нового созыва пришли семь партий. Представители действующей коалиции оказались внизу списка. Вперед вырвались популисты и новички в лице новой консервативной партии. А полицила нынешнего премьера, Союз зеленых и крестьян, заняла шестое место. Кто-то должен взять на себя инициативу для переговоров по формированию коалиции. Мы обязательно поговорим с нашими партнерами. Конечно, с таким результатом нам будет гораздо сложнее взять на себя инициативу, чем если бы мы были лидерами. Однако партия «Победитель» после 2014 года несколько смягчила пророссийскую риторику и скорректировала политику. Признала Крым незаконно аннексированным и даже разорвала соглашение о сотрудничестве с единой Россией. Елена Абрамович, Евгений Каваминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.